такой желтый насыщенный такой цвет а это бледно-розовый там беленький вот моя орхидея которую я спасла вот они какие листочки хорошенькие листочки ну цветочки немножко мелковатым были покрупнее но факт не в том что они мелкого то в том что я спасла свою орхидею а как я спасла посмотрите мое видео у меня вянут листья цветут они вот как бы неплохо вот и белая и тигровая вот это в тигровые листья хорошие такие сочные вот они пускают как видите с корни свои а вот эти у меня два две орхидеи смотрите что с ними делается вянут листья вот орхидея такая привянут листики такие не мягче такие листья и здорово цветет конечно но болеет что с ней этой орхидейкой это тут вышли здоровенькие твердые листочки вот эти мягкие моя орхидейка погибает и нету этого турка как она правильно называют листья морщины и вот они все этот вообще желтый корни полусухие отец не знаю как они корни называются полусухие и цветок стал вот буквально сейчас приподниму покажу вот он стал вянуть значит мне надо что-то делать значит что я буду сейчас где бог конечно очень очень даже сыра и стрессу наверное сгнили все они потому что ничего но здесь живого туда же отваливается ничего живого нет все такое итак я все очистила убрала лишнее гнилое все и все таки я нашла еще живую вот почечку вот смотрите вот она вот она почка идет живая значит все таки я ее могу этот цветонос вот почка здесь живая есть почечка живая вот скорее всего мой я наверно обрежу сейчас цветонос а почка может пойдет дальше попробую спасти обрезала цветонос здесь промыла полностью листочки потому что здесь тургора как бы нет увядание этих листочков называется турго это увядание нет упрости в этих листиках поэтому они морщатся и обвисают что мы дальше будем делать я помыла сейчас даю высохнуть полностью частном полтора вот беру спирт развожу его протираю корни вот эти вот места спиртиком и листья сами а потом обмажу вот эти вот места корневина пока сохнет наша орхидейка мы возьмем емкость где она у нас будет помещаться и сделаем для нее вот такую вот лесенку я сейчас покажу для чего это лесенка нужно полностью корни корни смочили что мы дальше делаем берем вот такую вот решеточку кладем ее на эту емкость что дальше делают эти корешки стараемся чтобы они попали не в воду она висели над водой листики расправляем и кладем именно на вот эту вот решеточку это я почитала и в интернете и в журналах читала чтобы они не висели а лежали а корни висели вот так вот над водой ближе покажу чтобы вот это вот полностью как называют веламин он не касался воды а только питались эти корни вот так вот а листики сами висели именно вот на этой решеточки дальше что мы делаем разведенный спирт чистый я его развела водичкой и протираем полностью вот эти листья легко и протирать они не висят а лежат и очень даже хорошо со всех сторон желательно обработать эти резулы поднять и также можно вот так вот обработать вот этот срез который я сделала здесь вот на почечкой который меня ответе . ее тоже нужно обработать спиртовым раствором когда обработала она немножко подсохла у меня есть вот древесная зола я ее немножко смягчила и наношу именно залечила эту ранку также можно сделать и с тем же корешком который он висит над водой что мы сейчас и делаем а можно и корневином но я вот сделаю именно этой древесной золой они будут тянуться к воде и быстрее будут наращивать корневую систему посмотрим что с этого у меня получится прошло две недели я сейчас покажу что мне дала орхидея я считаю что я наверное ее спасла почка вот она не знаю немножко корешок да длину вот она почка вот она ближе поднесу вот она оживилась вот она идет в раз в рост уже вот она почечка корешок и почка рядышком это говорит о том что она оживляется значит она у меня будет живая вот моя орхидей к живая как видите листочки уже такие невялые они идут и выпускает уже листочек новый значит я спасла свою орхидею чуть-чуть подрастет листочек и я буду его уже пересаживать пришла пора пересадки мои орхидеи смотрите какой же листок такой стал жесткий листики такие уже пустил вот он один листочек и уже 2 новый листочек это говорит о том что пора уже его не мучить пошли вот корневая система уже пошла поэтому она стоит уже пересадить его и не мучить его здесь в воде так я взяла купила грунт для орхидеи подходит для выращивания орхидеи любое время года здесь один литр мне вот достаточно на такой горшок здесь входит состав сосновая кора гумус и мох сваду вот такая вот кора хорошенькая кора такая влажная она здесь не уместилась туда мох сваду такой вот хороший даже зелененькие прожилочки качество хорошее и вот 100 миллилитров как и обещали бесплатно гумуса вот таком вот пакетики ну что начнем пересаживать я буду пересаживать именно как здесь по описанию вот по порядочку здесь все написано смешать сосновую кору с гумусом и мхом и по порядочку я буду как здесь написано так буду свои пересаживать орхидейку смешиваем как написано все по порядку кору вместе сам хом и добавляем здесь сюда гумус все перемешиваем и наполняем горшок всего лишь на четверть вот так вот горшка заполнили горшок до определенного я взяла вот буквально за палочку и опускаю горшок вот так вот палочка держит до уровня вот чтобы цветочек и не опадал и хорошо засыпать землей а потом когда мы засыпем эту палочку просто уберем пока она держит наши листики и будет хорошо укладываться хорошо вода упитывалась и создавала хорошую атмосферу нашим корням я сделала небольшое просто насыпала небольших этих камешек керамзита когда засыпаем наши корни немножко нужно вот выравнивать эту кору и придавливать чтобы корни хорошо тоже уплотнялись и и дышали хорошо и наша кора располагалась орхидейку палочку я не вытаскиваю пускай листочки не висят как зря на горшке будут на палочке вот так вот висеть как вы видите с кончиком и здесь вот посадили мы сейчас я дам пропитаться сверху деки пусть на здоровье растет красивый такой сиреневый такой цвет орхидейки такой вот Продолжение следует...